Приветствую всех на своем канале, меня зовут Ева Лекцер и в текущем видео хочу вам предложить расклад о том, стоит ли проявлять какие-то активные действия в сторону партнера и чем для вас столкнуться. То есть, по сути, часто в нашей жизни бывает ситуация, когда либо вы в ссоре, либо отношения есть, но по сути вы чувствуете какой-то холод со стороны вашего партнера и пытаетесь докопаться, в чем же ситуация, почему он так реагирует, почему так к вам относится, так себя ведет. И зачастую нам хочется пойти навстречу, провести какие-то активные действия, написать, позвонить, либо вызвать на разговор, либо в целом проявлять побольше внимания. И вот карты вам покажут, насколько это будет оправдано и стоит ли вам это делать. Либо может вам стоит занять пассивную позицию, чем она для вас аукнется. Давайте посмотрим. Сегодня будем работать с колодой Тароснов Чиро Марчетти. Это оригинальное интенсионное издание 2015 года. Это второе переиздание колоды, поэтому те, кто видит рубашку колоды, в основном доторологи знатоки, если вы видите, что рубашка не такая, это не значит, что колода другая, это просто второе издание этой колоды. Всего у нас будет 8 вариантов. Настраивайтесь, пожалуйста, на расклад, продумывайте заранее варианты, либо выбирайте ту стопку карт, которая на вас смотрит, и посмотрим, о чем вам говорят арканы. Хочу напомнить, что я работаю на прямых и перевернутых арканах, поэтому если в вашем варианте могут выпасть два перевернутых аркана, мне нужно писать ритовый комментарий по поводу того, что возьмите правильную колоду в руки, и все в таком контексте. То есть, если вы не знакомы со спецификой моей работы, то будьте первы для начала, ознакомьтесь. Итак, первый вариант. Стоит ли проявлять активные действия? Чем это будет чревато? Второй вариант. Третий. Четвертый. Пятый. Шестой. Седьмой. И восьмой. Не переживайте, если вам кому-то не видно карты, все арканы я буду подносить, и вы все сможете увидеть. Настраивайтесь, пожалуйста. Выбирайте. И будем с вами смотреть. Итак, для тех, кто выбрал первый вариант. Стоит ли вам проявлять инициативу? Здесь подает аркан умеренность. Ну, во-первых, как карта говорит, соблюдайте баланс. Не будьте слишком навязчивы. Повремените. Выждите паузу. Займите какое-то пассивное, отстраненное отношение к партнеру. Просто присмотритесь, что же происходит. Соблюдайте вот это, вы знаете, пламя огня и воды. То есть балансируйте. Будьте с ним то холодно, то жарко. Потому что чрезмерная активность с вашей стороны может только навредить. Так, что же вам ждать в случае такой вот позиции? Здесь падает перевернутый отшельник. А вот как раз и проиграется для вас ситуация. Человек выйдет из состояния своего замкнутости, одиночества и пойдет с вами на контакт. То есть будет говорить, проговаривать наболевшие какие-то ситуации, свои проблемы. Либо в целом озвучит вам, что его тяготит. Что его, например, мучает на текущий момент. Либо что его не устраивает в ваших взаимоотношениях. Но сейчас не давите на него. Оставьте все как есть. Немножко выждите. И человек сам первым пойдет к вам на контакт. Но опять же напоминаю, это совет карт. Ваша задача сопоставить и смотреть, как вам наиболее продуктивно действовать в этой ситуации. То есть вы можете совет карт как принимать, так и не принимать. Для тех, кто выбрал второй вариант. Стоит ли вам выходить на связь? Карты говорят нет. Потому что перевернутый аркан веры говорит о том, что это, знаете, как лженаправление. Займитесь какими-то духовными практиками, либо обратите взор внутрь себя, либо в целом займитесь своими проблемами, своей собственной самореализацией. Оставьте партнера в покое. В том плане, что вы сами не понимаете, что происходит на текущий момент. Разберитесь в первую очередь в себе, а потом же попытайтесь разобраться в вашем партнере. К чему это приведет? А вот это приведет к ситуации взаимопонимания, радости, ощущению счастья, полноты бытия и гармонии. Потому что когда вы поймете в первую очередь, что вы хотите от себя, от этих взаимоотношений, к чему вы, в принципе, стремитесь, только после этого вы можете найти какие-то общие точки соприкосновения. Сейчас не время каких-то активных действий с вашей стороны, потому что этим вы можете только навредить. Так, для тех, кто выбрал третий вариант. Так, перевернутая жрица. А вот здесь ситуация, когда тайная становится явным. То есть, в принципе, откроется вам какая-то информация, которая, ну, возможно, вас порадует, а возможно, и огорчит. Поэтому, прошу прощения, как говорят карты, не тяните быка за рога. То есть, сами провоцируя какие-то активные действия, вы можете крайне потом быть огорчены ситуацией. Потому что в контексте вашего разговора может всплыть информация, которую вы не ждете, и она вас явно не порадует. Что же вам ждать от этой ситуации? Здесь, как говорят карты, присмотритесь. Потому что здесь четко может всплыть ситуация обмана. Наличие третьих лиц, которые вмешиваются в ваши взаимоотношения. Не обязательно это любовницы, да, это могут быть, в принципе, родственники, либо в целом какие-то ситуации. Перевернутая жрица, перевернутая луна – это в целом намеренный обман со стороны вашего партнера. Человек, который вас водит за нос. Тем более вы занимаетесь здесь самообманом. Поэтому карты говорят, зрите в корень, оставьте все как есть, присмотритесь. И все скоро тайное станет явным. Так, для тех, кто выбрал четвертый вариант. Стоит ли вам выходить первой на связь? Перевернутая шестерка Пентакли. Карта говорит, что нет, повремените. Потому что тем самым вы нарушите баланс и равновесие в ваших взаимоотношениях. Ваша чрезмерная привязанность, на самом деле, она играет против вас. По той простой причине, что вы больше увязаете в этих отношениях, становитесь зависимы от партнера, как в каком-то даже сексуальном плане, может быть, в материальном плане. Потому что все-таки шестерка Пентакли – масть материального. Плюс, как говорит карта, чем больше вы проявляете активных действий, тем меньше получаете отдачи с его стороны. Потому что перевернутая шестерка Пентакли – это игра в одни ворота. Когда в отношениях вы только даете, а партнер готов брать. Но мало что давать взамен. Так, и к чему приведет отношение, такая вот позиция? Если вы все-таки одумаетесь и повремените, не будете активничать, вот тогда вы получите своего короля Пентакли. Его внимание, заботу, время, уделенное вам, ласку и какие-то материальные блага. Поэтому будьте здесь мудрее в этой ситуации. Не идите первое на контакт, либо в целом не теребите, скажем так, мужчину и его душевное, эмоциональное состояние до тех пор, пока он сам не готов выйти с вами на связь, о чем-то поговорить и что-то проговорить в целом. То есть объясниться. Здесь ситуация в целом в ожидании. Так, для тех, кто выбрал пятый вариант. Так, перевернутый король мечей. Ну, здесь четко вы хотите какой-то ясности, понимания, расставить точки над «и», но как карты говорят, вот эта вот ситуация, выяснение взаимоотношений, наоборот, только может служить службу, знаете, как отношения разорвать. Потому что здесь это все выльется в какое-то состояние агрессии, натянутых взаимоотношений и накала страстей. Потому что ваш человек на текущий момент либо на вас обижен, либо в целом эмоционально холоден и отстранен, что не способствует сближению и, знаете, в целом желание что-то выяснять. К чему это приведет, если вы все-таки не послушаете карту, да, полезете на рожон? Это карта глупости. То есть не делайте. Если вы переждете, у вас будет шанс наладить отношения, либо вывести их на новый уровень. Если все-таки вы полезете, да, на рожон, то это будет ситуация риска, неправильных, необдуманных действий. Поэтому здесь только ждать. Выжидать, когда человек сам проявит какую-то инициативу и будет готов идти на контакт с вами. Так, для тех, кто выбрал шестой вариант. Стоит ли вам идти на контакт? По рыцарю Пентакли – да. Потому что здесь либо вы накосячите, либо в целом партнер хочет от вас, ну, какого-то внимания, заботы, ласки, чтобы вы уделяли ему время. Рыцарь Пентакли – карта медленных действий. То есть не рвитесь, знаете, как сразу в ум с головой. Постепенно. То есть вы не должны полностью открываться душевно. Пытайтесь медленно, но верно прощупать почву. Что же происходит? Что не так? Что его не устраивает? А не так, что душа нараспашку, вот я вся твоя. Этого быть в отношениях не должно. И какой эффект вы получите, если вы все-таки к своему партнеру будете проявлять внимание, причем на постоянной, долговременной основе, вы получите мужчину, и, скорее всего, от него какое-то предложение. Для кого-то предложение руки и сердца. Для кого-то предложение совместной поездки или в целом желание съехаться. Поэтому девочки, либо мужчины, которые смотрят, да, проецируют ситуацию на своих партнерш. Уделяйте больше внимания вашим половинам. Это вам авторитет, причем, в самом благоприятном аспекте. Так, для тех, кто выбрал седьмой вариант. Стоит ли выходить первой на связь? Перевернутая семерка мечей, это в целом, знаете, очень часто проиграется у меня карта, как вернуться к бывшему. Поэтому, если вы в ссоре и хотите вернуться к бывшему, здесь есть такая вероятность, такая возможность, стоит это делать, но делать это с повышенной осторожностью. То есть, это должно быть как-то завуалировано, не так открыто. Вы совсем иначе должны преподнести свою информацию, с какой целью вы в целом выходите на связь, да. И что вам это принесет? Колесница, движение вперед, возврат старых ситуаций, совместное продвижение какой-то цели. То есть, те, кто хочет вернуть бывших партнеров, либо в целом наладить отношения на текущий момент, ваше время пришло, вам карты в руки. Единственное, что перевернутая семерка мечей, указывает на ваше желание усидеть на двух студиях, либо развивать отношения одновременно с несколькими партнерами, либо вы в целом пытаетесь, знаете, проявить какую-то ситуацию хитрости. То есть, выстроить для себя максимально комфортные отношения. Хотя, по сути, этого человека вы держите как запасной вариант, как запасной аэродром. Но если вы все-таки хотите проявить активность в его сторону, здесь у вас все получится. То есть, для вас здесь крайне благоприятные перспективы. И для тех, кто выбрал восьмой вариант, стоит ли проявлять активность четверка жезлов? Да, да, еще раз да. Однозначно, это еще проиграется для тех, кто все-таки состоит в гражданском, либо в официальном браке, то есть семейные взаимоотношения. Здесь нужно больше тепла, ласки, внимания, любви, заботы. Это гармонизация ваших отношений. То есть, ваша задача, ваш посыл, эту связь не только укрепить и гармонизировать. Скажем так, на вас держится фундамент, ваших отношений. Сейчас очень многое зависит от того, что вы для этих отношений будете делать. Чем для вас тоугнется вот эта ваша подача? Реализация ваших планов, идей, стремлений. Карта счастья. Поэтому для тех, кто выбрал восьмой вариант, не раздумывайте. Идите на активные шаги, идите на активные действия. У вас все получится. Реализация планов не заставит себя ждать. И вы будете, ну, крайне счастливы от того, что все-таки пошли первым на контакт, либо на прояснение каких-то проблемных моментов. Вот такой у нас вышел расклад. Надеюсь, он для вас окажется полезным и информативным. Отписывайтесь, пожалуйста, в комментариях впоследствии, как он у вас проигрался или нет. Буду вам очень признательна за обратную связь. Ну, а с вами была я.